и снова здравствуйте как говорится не ждали морально подготовилась и не только морально вопросы поднакопились но мне все время нету у меня все время нету времени вот почему-то так немножко масломасленное время временное сейчас получается такая история что как бы много приходится работать и выходные дни не один выходной день ты пытаешься все это успеть сделать в общем пока некоторые товарищи тут наслаждаются общением я начну отвечать на ваши вопросы так сказать чтобы видео ряд соответствовал приятности не только приятности моего голоса кстати спасибо большое за комплименты моему голосу тут кто-то мне написал у вас такой убаюкивающий голос что начала клонить в сон в середину середине ролика но похоже что и тюхику даже в начале ролика хочется так сказать немножко понаслаждаться до понаслаждаться моим голосом ну ладно все как говорится дурака поваляли сейчас уже начинаю отвечать на ваши вопросы собственно говоря я бы хотела сразу поблагодарить вас за то что вы поздравили мужа с днем рождения да что уже тебе не надо да очень хочу поблагодарить вас за то что за поздравление у моего мужа с днем рождения что ты не хочешь заскучился ужас ты тихо 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 покажи свою в общем спасибо большое за поздравление моего мужа рекламная пауза кота пауза это было чем спасибо еще раз за поздравление моего мужа за за все за все очень приятно я ему все это передала вам большое спасибо так ладно значит у меня есть как бы четыре вопроса четыре комментария на которые я хочу ответить значит первое расскажите пожалуйста как норвегии ходят в гости встречают гостей что принято а что нет значит все зависит от того кому вы идете в гости если вы идете в гости к норвежцам они как правило вам говорят значит когда они вас будут ждать и что что а что будет допустим а что будет ну вот к примеру мы идем в гости и нам перед этим какая-то время и дату мы согласовываем ну допустим если мало ли там какие-то самые мероприятия мы это все дела согласовываем и они к примеру говорят что мы приглашаем вас на обед на обеде будет там допустим суп какой-то салат вот это все мы у них спрашиваем что что-то с собой брать что-то не брать как правило все говорят нет ничего не надо но я отношусь как говорится к славянским народам и в моем случае я всегда что-то беру с собой или коробочку конфет или ну в зависимости если вы идете конечно взрослым людям то можно и бутылочку вина с собой захватить если люди не совсем вам как бы хорошо знакомы или в первый раз придете в гости можно взять букетик цветов для хозяйки можно взять бутылочку вина но как правило можно и без нее конфеты или вино или цветы для хозяйки дома это вполне хорошие скажем так подарок потом вы же это самое эти конфеты этот тортик там же можете искушать но можете не скушать потому что это могут взять как подарок вас угостить чем-то как правило можно сказать выясняется это все на берегу то есть вам говорят насколько что что с собой брать что собой не брать что будет на обед или на ужин или вас просто пригласят на чашку кофе это дело такое в общем то они сами сами об этом говорят что принято что нет но опять же все упирается в то что вы идете в гости к норвежцам это одна история если вы идете гости к вашим друзьям которые здесь уже как это прожили много-много лет ну тогда это вы уже сами выбираете норвежский вариант похода что-нибудь приходить собой или не прихватить собой или просто побегала через мосточек схватила кленовый листочек и все в таком духе то есть особых каких-то моментов нет вам просто нужно будет узнать какое мероприятие будут ли там скажем так они вам скажут будет что-то нужно взять с собой что-то не нужно есть весна как бы я могу сказать что когда вы идете в гости возможно вам нужно будет захватить с собой сменную обувь тапочек как правило не предоставляют на любстве тапочки предоставляли такого нету обычно берется сменная обувь если вы были на улице переодели как и и и пошли вкушать что-то пошли что-то пожалуй все никаких особенных таких этих самых если если вы идете первый раз цветочки возьмите и все значит что еще так вот значит следующий момент опять же как с монетизация youtube в норвегии очень хорошо как везде набираете тысячу подписчиков 4000 часов просмотра за год и вам подключают монетизацию все монетизация когда подключена вам нужно будет послать вам приходит письмо на тот адрес где вы проживаете то есть это подтверждение проживания этого вас на этом адресе вам присылает пароль выводите пароль и то есть это тем самым идет подтверждение потом настраивается от сенс все как в любой стране мира то есть но так нужно ли специальное разрешение разрешение специального не надо есть только разрешение самое себя что я смогу я сделаю и надо всегда помнить что канал на ютюбе если вы хотите такую создать это долг на это бег на длинную дистанцию спринтер это хорошо но нужно быть стаером что вот каждый день но все все собственно говоря зависит от тематики вашего канала есть ролик который раз в неделю есть ролики несколько раз в неделю выходят есть раз в две недели есть какие-то эти самые ну как правило желательно чтобы это была какая-то имелась схема каждый день или раз в три дня но это вы сами решаете все зависит от контента который вы снимаете я понимаю допустим не есть какие-то швейные каналы которые делают платье к примеру они его шьют в течение недели делают в течение недели этот ролик а потом все это составляет ну и к примеру в понедельник выпускают каждый каждый понедельник выпускает этот ролик там или все зависит от вас в данном конкретно в случае как у меня я не все время хочется что-то снимать ну правда бывают такие случаи когда снимать вообще ничего не хочется ну как-то я вот все таки уже себя за наверное приучила к этому что ролик должен быть каждый день но иногда бывают какие-то форс-мажорные ситуации когда по той или иной причине ролик не выходит или выходит позднее дневное время значит так вообще я мало дела блогеров из норвегии это это больше хобби блогеров в норвегии достаточно но таких скажем так опять же блогеров в норвегии много все упирается язык если вам нравятся блогеры норвежцы которые говорят на норвежском языке вы вполне найдете этих блогеров если вам нравятся блогеры которые ведут свой влог на английском языке вне зависимости там косметика природа погода красоты норвегии я не знаю традиции книги да что угодно если вам нравится напишеский блогер который ведет на английском языке вы таких тоже найдете что касается блогеры которые скажем так русскоязычные их не так много до недавнего времени там можно было как говорится по пальцам пересчитать раз два три четыре пять вышел датчик погулять но после того как в двадцать втором году случилось то что случилось часть людей которые приехали в норвегию то есть беженцы они открыли свои каналы каналы у кого-то очень хорошо идет канал у кого-то не очень хорошо идет канал кто-то ведет политические какие-то новости кто-то просто показывает свою обычную жизнь и как он пытается ассимилироваться или вжиться в норвежское общество в норвежскую культуру в общем во все норвежское есть каналы которые показывают только скажем так что происходит в норвегии какие-то традиции очень интересный канал мне очень нравится это жизнь в стране троллей идет его лидия очень хорошая прям вот я сама с удовольствием думаю ух ты а такого я не знала ух ты а такого я не знала но мы приблизительно в одно и то же время как бы оказались в норвегии ну там пару пару лет туда-сюда но в целом лидия она более рассказывает о норвегии и немного о себе а я больше о себе в норвегии то есть если что то есть я как бы эгоистка в этом плане это и собственно видео мой видеоблог это скорее мой видеодневник ну собственно я там писала в инфобоксе что это мой видеодневник потому что вдруг стану старой и забуду что было 2 ноября для 2019 года так значит мало блогеров из норвегии блогеров как я говорю хватает надо просто поискать что именно какой контент норвегский вам нравится youtube не очень распространен в норвегии youtube очень распространен в норвегии очень большим спросом пользуется люди смотрят все что им хочется то есть вне зависимости всегда найдете какой-то контент на норвегском языке всегда можете посмотреть есть люди которые ну допустим мой муж он у него это музыка музыка все что связано с музыкой он смотрит youtube как говорится не переставая то есть если я смотрю youtube в более скажем так профессиональном плане ну еще что то такое чтобы развлечься то муж смотрит больше музыкальные музыкальные каналы где идет разнообразная тематика там новые песни какие-то старые группы новые группы комментарии по поводу новой песни комментарии по поводу выступления ну в общем такого типа он у меня меломан скажем так и он большая часть времени уходит именно на youtube в плане музыкальном еще футбол конечно же футбол у нас ливерпуль это наше все и шахматы то есть это вот три основных таких этих эпостаси которые все что связано вот этими тремя темами футбол музыка ну и шахмат это все он смотрит как говорится в захлеб так youtube очень распространен в норвегии только каждый выбирает что ему хочется самому можете про это раскрыть какие социальные сети норвежцы используют для рекламы бизнеса тусовок но в целом я бы сказала что фейсбук вот мое мое скажем так мое поколение плюс 20 и минус 20 они все используют фейсбук на фейсбуке фотка на фейсбуке на фейсбуке поздравление с днем рождения на фейсбуке кто-то что-то делает вышивает шьет вяжет может показать свои изделия может получить заказ то есть это как говорится определенный образ жизни или в общем все что делается это все делается через фейсбук огромное количество групп огромное количество вот ярмарки ярмарка в кракере вот я скоро поеду ярмарка еще в другом месте скоро поеду то есть это есть группа там допустим будет тогда-то 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 то-то то-то что можно что нельзя да какие-то темы есть еще группы которые в общем-то все что угодно все можете найти в фейсбуке особенно я особенно группы в общем группы есть разнообразные было бы желание вы все найдете здесь и купи-продай и не какие-то тусовки какие-то время встречи есть группы которые говорят допустим какие-то магазины какие-то покупки через основная масса в общем-то пользуются фейсбуком ну потому что я вот то я вот вижу ну как бы у меня уже среднестатистическое поколение которое может быть я не вижу какие-то новые какие-то новые площадки ну для меня ну как бы все все дело упирается я понимаю что следить за тем нужно следить за этим но с моей работой когда уже ползаешь домой то особо следить уже не хочется если вот так вот одним глазом посмотришь фейсбук вечером вот чтобы глазки быстрее закрылись вот посмотришь фейсбук кто у кого-то был день рождения или кто-то что-то опубликовал какого-нибудь котика бегемотика или что-то такое ну в общем что-то нужное или не нужное то есть вся основная масса все-таки больше всего используют и для рекламы и для бизнеса и для каких-то это самое у меня достаточно часто спрашивают можно мне или куда-то позвонить или написать я у меня в youtube канале в информации есть несколько способов связаться со мной там это instagram в инстаграме можно написать сообщение здесь ссылочка на меня есть фейсбук тоже люди пользуются и могут написать личку через фейсбук или через фейсбучный мессенджер пожалуй все потому что меня спросили насчет телеграма ну понимаете в чем дело телеграма это конечно хорошая вещь может быть надо завести там какую-то группу для общения со мной мне кажется это вполне хватает и общение как такового через фейсбук или инстаграм телеграм мне есть телеграм ну я бы хотела его оставить понимаете в чем дело телеграм вайпер ватсап они все за идут через номер телефона ну как-то вот хочется немножко оставить вот для личного общения вот эти все переназван мною ну то есть не хочется давать номер телефона не потому что я вот это самое просто ну я периодически не успеваю на комментарии даже отвечать а хочется быть вежливым если человек написал или позвонил а у меня нет возможности я не отвечаю то есть если вам очень нужно со мной связаться но нужно через мессенджеры фейсбука настроить его или инстаграм у меня есть еще в контакте есть одноклассники но опять же там упирается имя и фамилия тоже как-то не но тут дело такое в общем хочется немножко оставить себе свободное хотя бы чуть-чуть потому что вот к сожалению может быть мне и хотелось бы общаться больше но после работы знаете интроверт которому надо сто тысяч раз сказал здравствуйте до свидания будете ли вы сосиску с хреном или без хрена то вот дома хочется прийти и помолчать вот поэтому не обижайтесь если что пишите все-таки найдите меня через фейсбук пообщаться сообщениями ну telegram вайбер и ватсап я бы оставила чисто для себя телефона не хочется давать ну как-то не хватает мне времени на все на общение что еще так хватает следующий вопрос хватает ли нам вот этой армепомпы на зиму нам ее хватает приблизительно это у нас как населились в 2009 где-то в четырнадцатом году нет наверное все-таки побольше побольше ну лет так на 8-10 хватает где-то ну опять же все упирается в газ который поступает там все что-то случилось с этим газом поэтому пришло ну в общем в целом где-то пять десять лет я сейчас не помню не хочется бы получается что это третий раз мы меняем вот это в первом случае мы просто в первом случае у нас остался у меня другой был два росты мы меняли руковнику тут или там был сейчас уже пришлось менять все вместе вот ну я спросила мужа когда придет чек вот вот оплачивать надо вот ну ну ждем вот ждем ждем ну в общем чем дольше ждем может все таки накопим куда денемся если у вас еще отопление печное да у нас есть отопление печное есть две печки которые работают постоянно постоянно основе когда холод это у меня в хибели хибель это в переводе на русский язык это небольшое помещение где можно кому-то что-то сдать у меня я ее этот хибель для себя приспособила как под свою мастерскую там валяю храню свои самые шерсть и все эти материалы для валяния ну естественно ой извините ногами смешаю держалку вот поэтому там у меня маленькая печечка которую я когда холодно я ее отапливаю в целом в общем-то достаточно тепло здесь основная печка как правило когда мы топим когда холодно когда не холодно то в общем-то не топим не хватает этой ванны собственно говоря у меня есть я делала когда видео о наших вариантах отапливания вариантов нашего дома я вставлю в инфобокс ссылку на этот ролик вот внизу у нас есть еще еще одна печка она не подключена там же стоит еще вот еще одна неизбежная обогревает как сейчас мы включили там 18 градусов стоит потеплее это все делает работает там же еще стоит одна печка которую мы не подключили в общем руки не доходят ноги не доходят в общем надо как взять мужа за неизбежное и подключить вот ну или в общем я вставлю в инфобокс вот этот ролик который я делала о том как погреваем наш дом муж сдал экзамен вы сказали по вождению можно узнать что он водитель да муж сдал экзамен но это не обычный экзамен на вождение автобуса он водитель со стажем лет 25 уже за рулем является как говорится профессиональным шофер у него есть многие категории он может водить и автобус большой и маленький там они как-то разделяется по тоннажу я не хочу врать я не это самое он может водить грузовик может трактор может водить с прицепом может водить ну там еще мотоциклы все такое то есть у него по моему все все категории сейчас он сдавал экзамен не просто на вождение сдавал экзамен мастерград то есть это получается даже не знаю как это вот знаете раньше я такой как пример может быть будет понятно что это как-то называется по-русски 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 я не знаю но в общем к примеру если ты вот обычный электромеханик там к примеру ну я как-то механиком потом закончила институт стала инженером вот это что-то наподобие такого то есть то есть ты заканчиваешь ой неудобно с этой держалкой ты заканчиваешь в общем у него большой стаж работы больше двадцати лет в разных категориях плюс ко всему те люди которые сдают на этот мастерград они то есть они подтверждают свой стаж подтверждают как бы это сказать свое умение водить водить автобус в частности в данном потому что он был именно вот с автобусом он работает в который называется в то есть в и и это ская компания уже которая поглотила все что только можно они туда входят и автобусные сообщения и поезда и в общем много чего и местные локальные дороги то есть эти самые станции и все что весь транспорт это под это это вот и значит он сдавал экзамен на утверждение мастерства скажем так и вот когда он учил это утверждение все нормально то есть мало того что он как говорится у него есть этот документ что он перешел на одну ступеньку выше плюс ко всему за этот мастер ему еще как бы за подтвержденные знания и так далее добавляют зарплату это тоже очень большой плюс в кошелек вот вот ну пожалуй все единственное как бы если вас большой такой постскриптум что ты возмущаешься небольшой такой постскриптум если у вас есть подтвержденное то есть права есть права и вам будете ездить на автобусе на больших машинах на больших грузных машинах то есть у вас есть стаж работы что что ты возмущаешься и всегда будете очень хорошо вас 3 в норвегии что все идет мяу туда и мяу сюда в общем транспорта в норвегии это все утром доставляют почту доставляют молоко доставляют товары автобусы отвозят детей в школу развозят после школы локальный транспорт вот все эти передвижения вот 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 этому в городах всегда требуются водители автобусов достаточно большая текучка но в целом то есть если у вас есть стаж водитель вы всегда будете с куском хлеба не знаю не могу сказать большим ли куском масла ну что ты сидишь сидишь моя ты сидит все пойдем мы никуда не досал сиди уже ну звезда эфира да конечно куда же без тебя в общем если у вас есть водительские права с хорошим стажем с вождением автобуса или с вождением грузовых грузовых каких-то этих самых вы работу вы работу найдете даже с английским языком то есть потихонечку будет английский язык потом со временем норвежский но работу вы найдете прям на раз-два да на раз-два на один мяу были еще какие-то вопросы но я вот как-то вот слету нашла вот как бы вот только вот эти несколько если еще какие-то вопросы есть задавайте и в общем спасибо что смотрите спасибо что поздравили мужа с днем рождения и вообще приятно что пишете комментарии как об этих пушистых батончиках так и в общем спасибо вам большое что смотрите пошла я спать сейчас наверное уже два часа ночи вот вот этот под пальмой сидит финик ушастый дать его все все всем хорошего дня хороших выходных и вообще мира вам счастья вам здоровья вам берегите себя и своих близких и помогайте ушастым вот таким или собакам или котам в общем с добрым утром или спокойной ночи и 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